бодрее кофе выпейте я если честно тоже спать хочу очень у меня днюха с днем рождения с днюхой стрельцы вперед доброе утро привет с татарстана здравствуйте привет из калининграда калининград здравствуйте привет позитивчик привет турции ничего себе здравствуйте как у вас погодка на новый год еще пока никуда не планирую доброе утро добрый привет красотка что что скучаю скучаю не скучаем просыпаемся мы пытаемся во всяком случае сейчас вот дружно все вместе блин печаль короче столько людей участвует в конкурсе вот за вот эти вот как как это называется господи пижамки как мне сказали это пижамы с журавлями они с лебедями вот ну вот пижамка с журавлями столько участвует столько людей хотят эти пижамки мама получается пришла в магазин где эти пижамки продаются их раскупили но ничего страшного они еще появятся и участвуйте в конкурсе все равно я вышлю ну либо что-нибудь другое тоже приятненько и красивенько обязательно вышли но и пижамки конечно все-таки нужно найти вот может быть найду другой магазин где такие же пижамки класс такая всегда на позитиве старались с днем рождения счастья здоровья и любви да с днем рождения вас любишь как там алиана она себя чувствует с сыночком все хорошо выздоровели вроде как уже бодренькие потому что дальше то они засопливили вообще температурка поднялась у них но так ну это просто приболели не не ничего такого опасного где ссылка на кофе блин я забыла да сейчас договорю и не ставлю вот ты на доме 2 сейчас нет я не надо сейчас я просто участвую в конкурсе от дома 2 на съемках дома 2 бывает подскажите пожалуйста как называется песня под которую вы танцевали с аромой третяковым танцевали я не помню честно ребят есть обалденное приложение я вот всем советую потому что я же не это песня понравилась я просто выставила и даже не запоминаю что да как как называется там ну это невозможно все песни знаете есть одно приложение очень крутое это не реклама это просто действительно вам в помощь называется шазам как она выглядит я покажу как она выглядит вот как она выглядит вот синенькая вот рядом с тик током видите вот такая вот 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 это шазам приложение вот рядом с тик током прямо скачиваете это приложение и дальше что делаете сейчас обновлю я его сейчас любая песня какая не заиграет вы включаете шазам и все она вам выдает сразу же что это за что это за фунчоза любишь ты только кофе пьешь по утрам нет кстати я хочу вам показать я подсела я покупаю сейчас вот такой вот сок себе вот detox такой вот сок натуральный овощи фруктовый короче он с мякотью восстанавливает detox ну короче полезная штука вот такая вот как бы это вкусненько вот у меня здесь тыква и апельсин тыковка и апельсинчик я взяла есть также и сиди и морковка я что-то там ну короче много разных всяких разнообразных вот ну вот сейчас я взяла себе вот так не боишься грязи свой адрес после высказывания абсолютно нет а чего бояться чем молчать что ли теперь из-за того что кому-то что-то не понравится я вас умоляю значит в мою сторону можно что-то трещать а мне нужно заткнуться да нет уж извините то я достаточно деликатно высказываюсь без оскорблений во всяком случае как бы у меня нету словесного поноса чтобы там человека с ног до головы просто тупо оскорблениями задушить на это это стрёмно я считаю так чисто по факту я говорю то что чересчур много людям придаем как сказать пуха когда называем обычных как сказать обычное хамло хейтерами хейтер это не 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 тот который пишет оскорбление да уничижая человека нет ни в коем случае для меня хейт это здоровый хейт да нормальный как бы это когда человек по факту аргументированно без оскорблений может поставить другого человека либо на место либо аргументированно рассказать где он неправ да вот для меня хейт это например те люди которые пишут вполне возможно личные блоги какие-нибудь да там и как бы развивают мысль в больших каких-то статьях вот да вот какая-то разгромная статья да то что он собрал достаточно материала он нарыл много всяких каких-то ситуаций нюансов и моментов жизни человека да которые его не ну которые его отчасти компрометируют да и очень деликатно разложил это все по полочкам и выдал в сеть вот это хейтеры да как бы отчасти даже такие мини журналисты которые ведут свое аккуратное расследование а люди которые просто заходят на страницу и пишут дохнем раз черножопая ну что господи боже мой бог вам судья ну как бы до это на это даже обращать внимание не надо либо посмеяться всем вместе я иногда нет нет у меня есть рубрика таких должен знать народ в лицо героев вот я нет нет выставляю ну смешно же смешно смешно по какой причине потому что смотришь на человека смотришь на его высказывание там все сразу же становится ясно привет из саратова здравствуйте доброе утро красоточка здрасте здрасте если то что есть то за что ты благодарна тем людям с которыми дружила которые предали или просто дороги разошлись или например благодарность да конечно конечно я всегда благодарю это же такая школа жизни это же такая школа жизни как бы я четко поняла я благодарность что нельзя судить людей по себе как в хорошем смысле так и в плохом да когда вот эту фразу кстати очень часто говорят именно в негативном да типа по себе людей не судит когда ты ругаешься с кем ты кто-то тебе там гадость какую-то говорит да и ты в ответ говоришь типа по себе не судит типа ты сам такой и а для меня вот фраза это звучит немножечко по-другому например если я выбираю между дружбой и деньгами выберу дружбу это только сугубо моё мой выбор по себе судить не стоит и не надо знаете это я выберу дружбу а кто-то выберет деньги вот что касательно корякины как бы там выбрала она деньги а не дружбу ну как бы тоже что смысл обижаться на неё когда как бы это это и ее выбор ну и как бы есть этим выбором жить дальше по жизни вот так вот поэтому по себе людей не судите даже если это ребер что любишь белое золото да я люблю белое золото но не просто белое золото обязательно чтобы был камень какой нибудь инкрустация какая-то ну вот камни в белом золоте тогда да а просто белое золото так очень уж она похожа на серебро серебро достаточно такой металл ну немного дешево смотрится как мне кажется белое золото смотрится хорошо в совокупности с камнями с дорогими тогда да тогда круто так опиши свое детство в одной фразе какие воспоминания в одной фразе все детство слышите у меня столько всего происходило в детстве что так и не опишешь в одной фразе что описать обалденное нормальное адекватное здоровое детство как как у всех и яблоки тырили по соседским садам и бегали по гаражам и там цеплялись за поезда за троллейбусы за трамваи и катались на роликах и стреляли из рогаток и играли в казаки-разбойники ну нормальное детство и падали с деревьев все как всегда асфальт мой друг второй был потому что все коленки были в зеленке вечно разодранной катались на великах ну блин ну как как вам объяснить это не как сейчас у детей детство это вот то самое детство когда прям вообще по полной программе и и всех животных домой таскало котят не котят и все ну все господи и ну ну чё и ветрянкой болела ходила в зеленке вся но обычное детство боже как у всех расскажи мне немного о папе маме что они чем они занимаются как познакомились я уже рассказывал у меня папа геофизик он ученый работает в башнефть геофизики все как положено до детства вот мама у меня юрист работает в сфере ювелирной как познакомились как познакомились папа студентом был его отправили на практику в город уфа маленький городок это папа и его друг дай бог память как его зовут его друг были первыми африканцами кто вообще попал в этот город там все в шоке конечно были смотрели на них как на инопланетян но это представьте 35 лет назад больше даже они вот попали в октябрьский как раз на а в октябрьском 35 лет назад там нефтеразработки всякие были добыча вот это вот нефтедобыча и папу да на практику отправили папа заблудился в этом городе он хоть и маленький городок но он запутанный очень районы микрорайоны там знаете вот эти вот линии непонятные там и все единственный ориентир который он помнил это только кинотеатр потому что его общежитие было рядом с кинотеатром он у моей мамы просто как у прохожей спросил как пройти до кинотеатра учитывая что у него русского языка не было да он не говорил толком на русском вот он смешал все в кучу русский английский французские языки вот так вот знаете как бы чтобы попытаться объяснить что ему нужно до кинотеатра чтобы попасть в общежитие ну и все и моя мама проводила его вот потому что поняла что вряд ли как бы он понял что хотя мама знала английский язык как бы у них ну в школах усиленно было тем более у меня мама ну так любительница была иностранных песен и всего остального да как бы слушала еще в советские времена такие группы как там ну как скорпионс да beatles потом queen ну понимаете да ей конечно интересно было вот и проводила папу до кинотеатра все папа потом ее пригласил в кинотеатр уже посмотреть фильм пошли они на этого господи индийский фильм сейчас дай бог памяти вот забыла я уже уже рассказывала вам забыла ну короче на индийский фильм они пошли вот и все так и познакомились Иберш, приготовь фуфу Африканское блюдо Это африканское блюдо Насколько я знаю Это вот зеленый соус Вот такой как сопли Который выглядит Оно очень некрасиво выглядит Но очень вкусное Я не смогу это приготовить Это сложновато Нет, не Зита и Гита Нет, не Зита и Гита Танцор диско Я в 16 лет первый раз увидела чернокожего Я на него смотрела Как дура, а он смотрел Сейчас неудобно вспоминать Но это Вы понимаете, да Опять-таки, это то же самое Что, к сожалению, в советское время Людей не обучали культуре Восприятия Мировосприятия Потому что люди не могли выезжать Толком за границу Весь мир путешествовал Ездил по разным странам А мы были закрыты И логично то, что Темнокожие для нас Это только То, что в мультиках нарисуют Я говорю, даже в мультиках рисовали То, что ананасы растут на пальмах И многие люди до сих пор думают Что ананас растет на пальме Потому что в мультиках с детства Вбивали Вот пальма На пальме ананасы Понимаете? Растут Хотя ананас это Фрукт, который растет на земле Как капуста Он много-много-много листьев И вот посерединке растет этот ананас У меня папа, когда увидел Первый раз российский мультик Он еще и не понял Говорит Это что, говорит, такое Вообще Ананас, говорит Что это, говорит, такое Мама ржет Ну, как бы Папе вообще не до смеха Это что, совсем, говорит, что ли? Ну, как бы Взяли, запихнули ананас На пальму И во многих мультиках Российских ананасы растут на пальме По какой-то причине Потому что, ну, люди не знали Даже этого Понимаете, да? И, конечно, смотрели на темнокожих Как на дикарей И ничего себе еще Как бы Привыкли-то как смотреть Чуть ли не как в Дискавери То, что полуголые Полураздетые В бусах Там сиськи до колен И все остальное А по факту Папа ученый Учится в университете В костюме В галстуке Солидный Крутой Шмотки все иностранные Ну, они же иностранцы приехали Кожа, рожа, джинсы Круто Чечи, чумачечи Да, ну, как бы Все круто А у нас здесь еще В валенках носится Как говорится Знаете И, конечно, как бы Был такой резонанс Как будто человек Из другого мира Он же вроде должен быть В пальмовых листьях Как бы И с бусами И с косточкой Вот тут вот В носу А он Элитный Привет С Ташкента Ты о ком? Я говорю о том Как у меня родители Познакомились И как вообще На папу реагировали В России Вот Стиляги Да Папа Причем Для нас Это для России Было Стиляги А для него Это нормальная одежда Обычная Адекватная Ну, как бы Ничего такого Спасибо за совет Так, так, так Да Скачайте Скачайте Это нормальное приложение Так, ребята Сегодня голосуем за меня Вообще не сегодня А на протяжении всего конкурса Нужно голосовать Либерж Либерг Да Вот Через G Который Ой, G Да, G Короче Не G Да, G Вот Привет с Дербента Дербент Точка Пэкэш Это мой Мое имя В этом Списке голосований Малинки Нужно туда будет Перечислять Сегодня, наверное Запишу видосик Как это все делается Правильно Нужно обязательно Скачать приложение Пэкэш Вот И Полтора рубля Ой, полтора доллара Которые у вас будут На счету Их нужно будет Перевести В малинки И все Отправила малинку Сегодня Спасибо большое Спасибо, спасибо, спасибо Конечно, будем голосовать Благодарю Ребят, благодарю Просто нужно продлить Вот этот вкус удовольствия Знаете Одно дело Просто поучаствовать В конкурсе Выиграть Например Бесплатное проживание В Москве В московской квартире Ну вот Окей Ну выиграли А тут мы можем Прям растянуть Это удовольствие Каждый месяц Выбирать Кому Кого порадовать Денюжкой Нормально Среди своих Разыграем Так Либи был У тебя Проблемы Из-за Внешности Цвета кожи И как справилась С этим Проблемы Да как Я наоборот Даже наверное Благодарна То что у меня Возникали какие-то Проблемы И я тем самым Сильнее только стал Конечно были Конечно В школе В садике даже Вот Но что тут Далеко ходить Ладно дети Дети уже Это понятно То что как бы Какие Ну это Дети своих Родителей Да и то что там Дети какие-то там Бывают злыми И грубыми Да и Какими-то Некорректными Им простительно В силу возраста И воспитания Наверное Они отчасти даже И не виноваты В том что они Агрессивно Относятся к Тем кто Отличается от них Страшно Когда взрослые Агрессивничают Вот это Действительно Не прикольно Я помню Момент Мы с мамой Пошли В ТЮЗ Да Театр юного зрителя В Санкт-Петербурге По-моему В ТЮЗ На ёлку Новогоднюю ёлку И меня мама Нарядила Она Такой Костюмчик Мне годы Четыре-пять Наверное Было И я прям Это отчетливо Помню Атласный Такой костюм Черненький Атлас Здесь Розочка Такая У меня беленькая Тоже атласная Была Мама пришила Юбочка Такая Знаете Прям Как пачка Практически А снизу Еще Подъюбников Много Тоже Да Из Гипюра Гипюровый Такой Вот Ну в общем Куколка Куколка Туфельки Такие у меня Топочки Колготочки Капроновые Детские В такую Крапинку В цветочек Там Я уж не помню Вот если честно Но я помню Да То что Вот это вот Все было Очень так Очень гламурно Очень круто Все атласненько И Как бы Ну очень нестандартно Я была одета Потому что Всех детишек Как В основном Что на рынке Нашли То и надели А тут Прям вот Ну Прям вообще Такой вот Гламур Гламур И я вот На эту елку С мамой Пришла И Тетки Которые Билеты проверяли Вот эти вот Есть же Которые билеты проверяли Которые выдают Эти окуляры Господи И я с мамой стою И Они такие Господи Говорит Куда Говорит Типа Ну не мир катится Короче Сказали Фразу Типа 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 Ребенок Черный Еще и Во все Черное Нарядила Типа Идиотка И вот Это я запомнила Вы понимаете Да Как бы Мне лет То всего Ничего И вот Так Вот Беспардонщина Какая Идет Вот это Страшно Дети Ладно А когда Уже Взрослые Бобищи Вот такой Вот В сторону Детей Да Там Высказывают Вот Ну Это Это Ужас Классный эфир От вас Приятная Энергетика Благодарю Как будто Вместе Кофе Пьем И Болтаем Это Хорошо Да Я люблю Кофе Невоспитанных Нетактичных Людей Да Всегда Много Да Лебеж А Родители У папы Есть Умер Уже Царство Небесное Как такие Волосы Моете Ну Ребят Начнем с того Что у меня Мои-то Волосы Вот Только Вот Здесь Понимаете Это же Все Нарощенные Волосы Вот Нормально Спокойно Как мама Реагировала На такое Поведение Тетки Вы знаете У меня мама Она Еврейка Да Как бы У меня Мама По-моему Ответила Моя мама Повернулась К ним Да Моя мама По-моему Ответила Если 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 Таки Если бы Вы знали Сколько Стоит Этот костюм И за Сколько Купил Наш папа Во Франции Этот наряд Вы бы Еще Больше Желчи Б Как бы Ну Как бы Злились Да Еще больше Желчи Из вас Полезло Ну что Это такое Как бы В плане Того Что Как бы Ну Можете Говорить Что угодно У меня У меня Ребеночек Одет А Буд Красивый Замечательный Классный И наш Папа Как бы В состоянии Позволить себе И белый И черный Как бы И все остальное И вот Привез из Франции А на тот момент Еще Какой Выезды Во Францию Тогда Практически Кто Когда Мог бы Или По рынку Или где-нибудь Ходим Вот тоже Я помню В детстве Я там Мама Мама Что-нибудь Кричу И все Тетки Начинают Продавщицы Там Шебуршать Типа Ой Либо Удочерила Удочерила Наверное Ой Наверное Муж Бросил Типа Одна Ребенка Одна Воспитывает Там И все остальное Но когда Уже Папа Мама Я Ходили По рынку Уже Как бы Таких Фраз Не было Конечно Все видят Вот папа Вот мама Вот ребенок Все отлично Но когда Например Я и мама Логично Что я вообще На маму Ну толком Не похожа Вот И все так С сожалением Немножечко Смотрят Так Типа Ой Удочерила Наверное Ой Ну наверное Муж Бросил Ну как бы Одна Сейчас С чернокожим Ребенком Мама Говорит Ну вот Откуда Говорит Эти мысли Бредовые Вот приходят Людям В голову Ну просто Говорит Вот Просто Прошла Мама С ребенком Да темнокожая И что И сразу же О плохом Надо думать Мамочка Умница Очень интеллигентная Умная женщина Да А ты Любишь снег Да конечно А что его Не любить то Конечно Я люблю Такую У нас Кстати Зимушка Зима Такая хорошенькая Сейчас покажу Блин Через несколько минут Нужно будет Ой Сейчас покажу Блин Ой Смотрите У нас прям Зима Зимовская Красота Тепло Тепло На улице Кстати Вообще Ни ветра Ничего Кайфарики Все Нужно Собираться Потихонечку Уже Да Господи Вся засранная Футболка Нацепила Кошмар Какой-то Заметь Что делать Если Пропало Доверие И Желание Что-либо Делать Для мужчины Ой 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 А почему Пропало Доверие Изменил Если Изменил То Я вам не советчик Я от предателей Ухожу Для меня Самое страшное Это Это Измена Одно Из самых Страшных С вами Хорошо Так Комфортно Плохо Слышно Это Плохо Почему Твои Родители Второго Не родили Было бы Супер Ребят Тоже Очень Некорректный Вопрос Может Не смогли Ну Не Получилось Да Это Такой вопрос Это Из Разряда Почему Например Семейная пара Живет Почему Вы не заводите Детей Да Может быть У Семейной пары Не получается Для них Это Тяжелый Вопрос Поэтому Лучше Не задавая Такие Вопрос Есть Я Мама Мама Говорит Что Им Меня Хватило Но В это Я Кстати Верю Учитывая Какой Непоседливый Ребенок Была Есть И Буду Видимо Вот Мы в стакане Да 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 Кстати Вы в стакане Ребеж У тебя Есть Дача Не Нет Ну Кстати Очень Хочу Почему Самое Страшное Это Измена Может Выпил Попутал Немного Ну Пускай И путается Там Где Попутала Извините Как Можно Доверять Себя Свою Семью Детей Жизнь Человеку Которого Может Попутать Я Не Понимаю Этого Ну Вот Извините Меня Да Как бы Если Его Тут Попутала То Кто Его Знает Где Его Еще Не Попутает Знаете Ну Это Спасибочки Мне Такого Счастья Не Надо Ребятушки Если Мужчина Не В Состоянии Совладать Со Своим Каким То Как Сказать Начальными Инстинктами Первоначальными То Он Со Своей Жизнью То Как Он Может Собладать Еще И Доверять Такому Человеку Нет Реберш Наказывали Ли Тебя Родители В детстве Ну Вы Поймите То Что У Меня В семье Не Принято Вообще Рукоприкладство И Меня Никогда Не Били Вот Когда Мне Рассказывают То Что Мама Отшлепала Или Папа Ремень Взял Для Меня Это Дико Потому Что Меня Не Били Вообще От Слово Совсем Для Меня Самое Большое Наказание Было Это Игнор И по сей день Если честно Да Как бы Я Болезни не воспринимаю Игнор В свою сторону Нежели Там Какое-то физическое Воздействие На себя Когда я Косячила Мама Переставала Со мной Разговаривать И папа Представляете Я чувствовала себя Просто Ну Просто Ничтожеством Назовем это так А самое Жуткое Что я помню Вот Что папа Сделал Это Я просто думала Что я Хуже человек На планете Земля Нет Чем я Я Не помню Что я Накосячила Как я Накосячила Ну что-то Короче Такое Сделала Прям Жесткое Вот И папа Кинул В мою Сторон Даже Не попал Как бы Он в меня И не целился Скорее всего Он просто В мою Сторон Кинул Тапком Своим Все Вы что Это была Трагедия Дня Натри Наверное Я не знала Куда мне Деться Это был ужас У меня Кинули Тапком Вот так Ты сейчас Меня игноришь Не Я не игнорию Ребятки Либерш А ты умеешь Водить машину Нет Либо Зачем Общаешься С гадалками Ну я С ними Знакома Я знаю Очень много Одаренных Людей Опять-таки Говорю Ребят Я не просто Так выставляю Смотрите У меня Нет гадалки Вот Обратите Внимание То с кем Я общаюсь Во-первых Эти девочки Они все Давным-давно По несколько лет Со мной Я их знаю И то что они Как гадают Я проверяю Это на себе У меня нет Ни одной Гадалки Которые Знаете И чтец И жнец И надуде И грец Когда расписывают Могу Приворот Отворот Могу На любовь Деньги Не знаю Здоровье Не бывает Таких Таких Не бывает У которого Все Сразу В совокупности И прямо Они во всем Могут помочь Нет Ни в коем случае Если вы встречаете Такую гадалку Все Посылайте Куда подальше Есть одаренные люди У которых Есть Как сказать Чуйка Есть Дар В какой-то Одной стезе Я уже говорила Это неоднократно Например Кто-то чувствует Больше отношения И может смотреть На отношения На любовь На брак Развод Дальнейшее развитие Отношений И вот прям Карты их Слышат Слушают И они прям Вот хорошо смотрят Но не обязательно Карты Кто на чем гадает Кто-то на деньги У них прям идет Вот они прям Четенько-четенько Рассказывают Прям то что В ближайшее время Например Будет У кого-то Не бывает такого Чтобы в одном человеке Было все и сразу Вот Поэтому например У меня Как бывает Кто-то Если я смотрю По директу Мне пишут Или кому-нибудь Из моих девчат Пишут Что большое количество Людей хотят Задать вопрос Именно финансовый вопрос Решить Куплю ли я дом Продам ли я дом Приобрету ли я квартиру Будет ли у меня повышение Все по денежкам Мы смотрим по директу Я созваниваюсь Со знакомой гадалкой И говорю Так и так Я говорю Вот у меня есть У подписчиков Желание задать тебе вопрос Есть желание Ну давай Например Окей Почему нет Отвечу на вопросы Все Мы выходим И все по денежкам Например Она говорит Она уже не говорит Про любовь Про детей Про здоровье Нет Ни в коем случае У нее вот Узко Деньги Будет Не будет Получится Не получится Повышение Не повышение Как бы Ребят Я еще раз говорю То что Эти же прямые эфиры Не для тех Кто скептик Например Люди четко понимают Что Такие Разойдемся Разойдемся А потом пишет То что Да блин Сошлись Действительно И прям Как сказали И прям Даже В месяц Попадает Да Вот В какой Месяц Как это Объяснить Я не знаю Кто-то верит Кто-то не верит Это сугубо Личное дело Но очень многие Жи просят Чтобы погадали Тем более У меня есть Возможность С ними выйти В прямой эфир И бесплатно Гадать Абсолютно Бесплатно Понимаете Потому что Практически Все одаренные Люди Берут деньги За это За все Ну их Осуждать нельзя Потому что Они тратят Свои силы На этом Это большой Грех Ну слушайте Тоже Какой грех А вот Если у человека Вот такой вот Дар И Ей нужно Делиться Этим С людьми Иначе Ей будет плохо Она начинает Болеть Вот что делать Какой грех Ну вот Какой грех Мне кажется Подарок Высших сил Игнорировать Это грех У каждого человека Есть какой-то Талант Вот кто-то Хорошо Танцует Кто-то Хорошо Поет Кто-то Хорошо Рисует Кто-то Там Не знаю Хороший Спортсмен Да Физически Физически Хорошо Развит Да Это для вас Не грех Грех В большей степени Не использовать Свои таланты Вам Боженька Подарил Вам Ну его Нафиг Да Как бы Это не мое Хотя у вас Есть к этому Предрасположенность Есть к этому Все данные Да У вас есть Этот голос Есть В общем Все данные А вы Игнорите Этот подарок Это получается Вы Просто забиваете На подарок Свыше Ну вот Это вот Грех Вот это Вот я считаю Грех Нельзя так делать Ребят Или вы Хорошо рисуете Да Но В силу того Что Может быть Кто-то Ваши родители Захотели Чтобы вы Стали инженером Например А не художником Потому что Художник Мало зарабатывает Или что-то наподобие И вам пришлось Стать инженером И вы пошли В обычный Университет Учиться Хотя вы Хотите рисовать Вот это тоже Неправильно Хотите рисовать Рисуйте И показывайте Это миру У меня есть данные У меня есть голос Да И как бы По сути То что я делаю Минимум усилий Хотя нужно сделать Максимум усилий Для того Чтобы развить Свой талант Я тоже считаю Что я грешу Получается То что я Не вкладываю Силы И душу В то Что мне подарили Мужиков Разогнала Всех Грех Людей Обманывает Да А если Не обманывает А если Не обманывает А если Правда И опять Таки Это Грех Чей грех Не ваш же Грех Правильно Вы то С чистым сердцем С открытым сердцем Идете И задаете вопрос Вопрос уже К человеку Который Это делает Понимаете Ну вот У меня Пока Промахов Не было Все четенько Показали Рассказали Отлично Замечательно За дар Деньги Не берут Ну тогда Скажите Это тоже Певцам Всем танцорам Спортсменам Вон футболисты Сейчас наши Да Скажи им То что Это ваш дар Играть в футбол Вы спортсмены И как бы Денег мы вам платить Не будем Много футболистов Побежит на поле Такие интересные Вообще Значит За такой дар Денег не берут А вот за такой дар Деньги берут Что за Я не гадаю Мне максимум Это сны снятся Почему я спокойно Отношусь к одаренным людям Я говорю Мне сны снятся И я никогда Не прикасаюсь К больным людям Потому что Я очень часто Перенимаю на себя Их Недуги Ну как бы Мне нужно потом Очень долго Смывать Это все с себя Лип Куда писать Сегодня Вчера не получилось Мне выйти С Марфой В прямой эфир У меня что-то с интернетом Было Мы в 9 часов Должны были В 9 вечера по Москве Выйти в прямой эфир С ней Она кстати По деньгам Вот как раз таки Марфа Вот Сегодня в 9 вечера Мы все-таки Выйдем в прямой эфир С ней Так что Если есть какие-то Денежные вопросы И вы готовы Ну задать Или спросить То пожалуйста Сегодня в 9 Ждем вас Липерш ты была В метро Конечно Не оправдываю себя Не поняла Футболисты И без дара Деньги берут Вот где грех Понимаете Бездарности Бегают по полю И денежки берут Вот это вот Грех так грех Благодарю за подписки Кто подписывается на меня Спасибо большое Приятно Вот А ребятки Пожалуйста Сделайте репост Вот последнего видео С Ромой Третьяковым Нашего К себе там В сторис Или еще куда-нибудь Чтобы побольше людей Посмотрела Прикольный видосик Мы Если наберет Это видео Хотя бы Не знаю Ну 500 тысяч Просмотров То мы еще Что-нибудь Запишем Значит Вы можете Лечить людей К сожалению Да Но я Не прибегаю К этому Это тоже Видите Я игнорирую Я в церковь Сразу же бегу И как только мне Ну Фиговенько становится Бегу в церковь И причем Это не заблокировать Никак Вот это тоже Проблематично Либо нужно В Африку Мне лететь И там уже С местными Как-то решать Этот вопрос Ну а так И кстати Папа Папа еще в России Даже не прилетел У отца Сестра Их четверо в семье Три сестры У моего папы еще Вот И у отца Сестру Даже воровали Племя одно Воровало Думали то Что у нее Дар будет Потому что Вот рот К подону На женский рот Очень сильно падает Вот это вот все Вуду Не вуду Но нет Вернули обратно Потому что Не подтвердилось Ничего И все И папа улетел В Россию И вот появилась я И вот у меня С детства Мне и сны снятся Но я к ним Нормально отношусь Потому что Меня с детства Подготовили Я с детства Папа спрашивал Что мне снилось Там Или еще что-то Там Ну Такие вот вещи Я к этому Ровно отношусь Так Ладно Ребят 25 минут У нас 35 минут На то Чтобы собраться И накраситься И уже выезжать Так что Так что Давайте Следите за сториз Сделайте репост Моего последнего видео С Ромой Третьяковым Пожалуйста И голосуйте за меня Малинками За сториз следите Потому что сегодня Будет много всего Веселого и интересного Будут приветы От ребят домовских Кто будет сегодня На съемках Расскажу как Что прошло И в общем Много-много-много всего Люблю Целую Бай-бай Хорошо Я нормально сплю Жаль не успела Что Прилитой была Все Всех люблю Целую Пока-пока Жду 9 вечера